Окупанты штурмуют Северодонецк и пытаются прорвать оборону под Славянском, Генштаб. Российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк. Враг также пытается прорвать слабые места обороны ВСУ под Славянском, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на фейсбук Генерального штаба ВСУ. На Волынском и Полесском направлениях, в рамках проверки боевой готовности, в одной из механизированных бригад Республики Беларусь, отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военно обязанных. На Волынском и Полесском направлениях, в рамках проверки боевой готовности, в одной из механизированных бригад Республики Беларусь, отработано развертывание пунктов приема мобилизационных ресурсов с практическим приемом военно обязанных. На Северском направлении противник с целью демонстрации присутствие и сковывание действий подразделений сил обороны продолжает удерживать. Подразделения вооруженных сил Российской Федерации из состава Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг провел артиллерийские обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Леоновка, Ибачевск-Черниговской и Сумской областей соответственно. На Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей. Озвучено Яндекс Спич Кит, на Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях сковывания наших подразделений и недопущения перехода в наступление враг осуществлял интенсивные артиллерийские обстрелы. В том числе из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Базалиевка, Уды и Верхний Салтов. На славянском направлении агрессор ведет штурмовые действия и поиск слабых мест в оборонных позициях наших войск. Обстреливал из артиллерии разного калибра гражданскую инфраструктуру недалеко от долины, Корноуховки и Вернополья. На Донецком направлении противник ведет боевые действия вдоль линии соприкосновения. Основные усилия сосредоточены на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении враг активных действий не вел, обстрелял наше подразделение по ствольной артиллерии в районе Пескуновки. На Северодонецком направлении российские оккупанты продолжают огневое влияние на подразделения наших войск из всех имеющихся огневых средств в районах населенных пунктов Белогоровка. Лисичанск, Северодонецк. Враг не прекращает попытки установления полного контроля над городом Северодонецк, ведет штурм. Бои продолжаются. На Бахмутском направлении враг производит штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Веселое, Солидарь, Берестово и Волчаярка. На Лиманском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние с целью сковывания действий подразделений наших войск в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Первомайское, Никольское, Антоновка, Гуляйполе, Новополь и Орехов. На направлении Егоровка, Шевченко наши воины обнаружили и уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника. На Южнобужском и Таврическом направлениях противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей и недопущении наступления наших войск. Наносит огневое поражение подразделениям сил обороны. Продолжает усовершенствование инженерного оборудования позиций в районах населенных пунктов Безводная Ищенка. В Черноморской и Азовской морских операционных зонах основные усилия враг сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря противник удерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия, напомним. Ранее мы сообщали, что в ближайшее время оккупанты могут атаковать Славянск. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.